дисклеймер все что сказано в этом видео является исключительно моим мнением мое мнение может не совсем совпадать с вашим приятного вам просмотра сегодня я хочу составить свой собственный топ 10 самых недооцененных моментов между чангуком и ты хеном 10 место это так громко я напоминаю вам об этом поцелуем в эту маленькую секунду когда чангук тормозит и целует его пальцы я перестаю существовать как человек 9 место чангук и ты хен снова были близки к поцелую хитрые глаза ты хена восьмое место совпадение или нет никогда не устану напоминать о том как ты хен и чангук увидели баннер тэй кук на концерте и тут же отреагировали сердечками они опять просто щупают друг друга напоминаю об этой легенде все еще думаю об этих майках когда ты хен спросил пару дней назад я ходил на процедуру по уходу за собой что это была за процедура никто кроме чангука не дал верного ответа уход за ногтями маникюр и педикюр что и следовало ожидать чангук знает от и хене то что не знают остальные вы только посмотрите в глаза чангука он в любви 7 место чангук всегда хочет дарить комплименты и аплодисменты ты хену где бы они не находились ты хен уверен в собственном превосходстве особенно касательно своей внешности он любит и принимает себя целиком в своих домашних и уютных эфирах на селфи он всегда выходит к нам естественным но именно рядом с чангуком он вдруг вспоминает что без макияжа или начинает беспокоиться о том как выглядит для него важно и нужно слышать комплименты только от одного человека те самые слова чангука которые стали нарицательными шестое место поведение пары почему они просто балуются а я сижу вот заплаканным лицом потому что так сильно скучаю по ним весь этот ран был очень трогательный пятое место просто движение а сколько в этом счастье четвертое место забота ты хен так нежно и мягко заботился о чангуке когда тот заболел вы только посмотрите на эту широкую улыбку тэхёна чангук сказал что не может уснуть потому что нервничает из-за предстоящей встречи с президентом но когда рядом оказался ты хен он сразу заснул его безопасное место что если чангук держал тэхёна за руку под одеялом чтобы уснуть третье место новости тихи он в инстаграм тихи он в сторис тихи он в сторис в фото буке на тихионе любимое жерелье от фаундрей и васа нью-йорк форбса чангуки чангук провел 2023 год превратив себя в самого успешного южнокорейского сольного музыканта в истории сша теперь у него новый хит и это еще больше доказывает что он звезда какой америка еще не видела одежда в которой тихи он появился в фото буке уходит в салдаут тихи он мы получим музыку от тихиона пи этот символ обозначает звукозапись фонограмму фонограмму или символ авторского права на фонографию си является обычным символом авторского права и может применяться к большинству типов произведений авторские права на звукозаписи регулируются отдельно от авторских прав на основное произведение как правило этот срок начинается с даты публикации аудиозаписи и символ пи используется для обозначения отдельного права которое существует на аудиозапись технически это не обязательно должна быть песня это может быть любой звук но мы вероятно все равно услышим голос тихиона армии предполагают что это может быть живое исполнение или какой-нибудь кавер однако не стоит упускать тот факт что на постер поместили лирику синери которая по всей видимости является отсылкой тайские актеры боссы но и объявили что собираются пожениться после легализации однополых браков в таиланде и и и и и и и и и песня би тес Fotif лав набрала 800 миллионов прослушиваний на спотифай и всемирной известная группа catalyst добилась нового впечатляющего результата на платформе Spotify с песни fate club Русскоговорящие армии попали в бомбочку Фесты. От этого тэхёна мне так хорошо и плохо одновременно. Нежно напоминаю о том, кто здесь амбассадор шикарности в тандеме с леопардовым принтом. Продолжение следует... В тысячный раз напомним вам, что будь тэхёна моделью, индустрия бы купалась в слюнях. Трогательные воспоминания тэхёна об его отце, которыми он делился с нами. Когда я был маленьким, я подарил папе галстук. Он был очень счастлив. Я до сих пор помню его глаза и улыбку тогда. Это моё ценное воспоминание. Когда я был маленьким, мой папа часто давал мне монеты, которые лежали у него рядом с водительским креслом. В то время я думал, что он супергерой. Когда я покупал на эти монетки так поки или закуски, я чувствовал себя таким богатым, и я был счастлив. У меня было детское прозвище, которым меня часто называл папа. Байли Медвежонок, он называл меня так каждый день, а моя мама называла меня Медовым Мишкой. Моя детская мечта – стать таким же отцом, как мой папа. Потому что, когда я был ребёнком и смотрел на него, всё, что он делал, казалось мне удивительным. Он действительно был для меня героем. Он выглядел потрясающе, работая и выполняя домашнюю работу. Сейчас же, когда он в свой выходной играет с нами, он тоже выглядит потрясающе. Всё, что он делал, казалось чем-то крутым. В шестом классе у меня появилась мечта, которую я хотел воплотить. Тогда мы с папой искренне обсудили это. Я сказал ему, что хочу стать певцом. Большинство родителей, когда разговаривают на такие темы со своими детьми, хотят, чтобы они пошли безопасным путём, чтобы учились. Ваши члены семьи скажут вам эти слова, но мой папа верил в мою мечту и уважал её. То, что поддерживало меня, когда я хотел отказаться от своей мечты. Это были участники и моя семья. Когда я был трене, я находился в упадке и был подавлен. Были моменты, когда я думал о том, чтобы бросить всё это и сдаться, участники поддерживали меня. Тогда же я сказал своему отцу, что не хочу быть стажером, сказал ему, что мне трудно и заплакал. Если ты не хочешь этим заниматься, ты не должен. Всё в порядке. Какой бы путь ты ни выбрал, я буду поддерживать тебя всегда. И я буду сзади, мой папа сказал мне эти слова. И я думаю, что это стало большим источником силы. Папа приезжал ко мне каждые выходные, и мы вместе веселились. Всякий раз, когда ему приходилось уезжать, мне было очень грустно. Я плакал, потому что был молод и инфантилен. Я не хотел, чтобы моя семья оставляла меня. Моя жизнь стажёра казалась такой сложной. Были времена, когда я звонил в слезах домой и говорил, я устал, я хочу всё бросить. В такие моменты мой папа говорил мне, если ты слишком устал, ты можешь уйти и всё оставить. Есть много разных профессий, мы можем выбрать тебе другую. И я не мог ему что-либо ответить. Мне было стыдно из-за того, что я вынуждал отца говорить такое. Но когда я через некоторое время вновь обдумывал его слова, я был очень тронутыми. Психологическое давление позой существует. Продолжение следует... Саб-юнит, который мы ждем, и саб-юнит, который в итоге получаем. Статься от корейских СМИ. Ожидания от воссоединения группы распространяются и на Джина. Станет ли это поворотным моментом для застоявшегося кей-поп? Джин вернулся к своим фанатам после службы в армии, и ожидания от полноценного воссоединения группы, до которого осталось чуть меньше года, нарастают. Хосок должен вернуться уже в октябре этого года, а остальные участники в июне следующего года. Возвращение BTS окажет огромное влияние на к-поп и мировой музыкальный рынок. Армии в Корее и по всему миру отмечали возвращение Джина целым рядом мероприятий. Теперь, когда он вернулся к своим поклонникам, он начнет готовиться к сольной деятельности. Так называемый перерыв BTS начался с призыва Джина в армию в декабре 2022 года. Все участники пытались заполнить этот пробел, выпуская альбомы и музыку, которую они готовили до своего призыва. До возвращения группы в полном составе в июне следующего года будут выпущены еще альбомы других участников. Однако, несмотря на все эти приготовления, они не смогли встретиться лицом к лицу со своими фантами, поэтому жажда поклонников была велика. Джин также принял этого внимания и встретился с фанатами сразу после увольнения. В настоящее время существует мнение, что к-поп переживает спад, так как крупные агентства сталкиваются со снижением операционной прибыли и падением цен на акции. Поэтому музыкальная индустрия надеется, что возвращение BTS оживит рынок. Также будет интересно посмотреть, поможет ли это распутать сложную внутреннюю ситуацию в хайп, так как агентство переживает конфликт с генеральным директором Эдор Мин Хиджин. Некоторые аналитики считают, что возвращение BTS может послужить своего рода успокаивающим средством в конфликте между хайп и Эдор. Вот таким кайфовым видео поделился Чангук в сториз в своем инстаграм два года назад. Саинбук, южнокорейский красавчик-актер и певец, в своей вчерашней прямой трансляции в инстаграм упомянул BTS. Песня BTS Это была Take Two. Вау, она мне так нравится. А еще Чангук, это песня Вау. Я спел песню Standing Next To You. Все, участники надо в Дорамы после увольнения из армии. Да, наши мальчики, наша гордость. Их взаимодействие во время песен. Техен занял первое место в рейтинге корейские знаменитости мужчины, который подходит в рекламе японского пива. Техен принял участие в конкурсе, который проходил в японском развлекательном издании Данми. Япония — страна, которая пьет больше всего пива в мире и использует многих известных звезд в качестве моделей. В число кандидатов на голосование входит 19 ведущих корейских звезд, снимавшихся в рекламе корейского пива, в том числе Техен, Часын Вон, Сон Джун Ки, Чо Ин Сон, Гон Ю, Вон Бин, Хен Бин и Ким Су Хен. Пиво, которое находится в центре внимания, как напиток образа жизни, которым могут наслаждаться как мужчины, так и женщины, также создает новый имидж с помощью рекламных моделей. Именно поэтому ведущие звезды со страстным имиджем умели четко разграничивать работу и отдых, и развлекаться по-современному. В 2021 году BTS появились в рекламе Cloud Beer Lot Chelsang Beavage. Техен появился как единственная модель перед выпуском Cloud Beer и получил высокую оценку за хороший освежающий вид. Предварительная реклама, выделявшаяся своей визуальной красотой, транслировалась в прайм-тайм и была, безусловно, самой популярной рекламой на рекламном рынке. Реклама Техена находилась в топе популярных видеороликов в течение четырех дней, а также занимала первое место среди самых популярных объявлений недели на рекламных сайтах. Техен привлекает внимание как голубая фишка в мире рекламы, благодаря своим красивым визуальным эффектам, которые улучшают имидж его продукта, а также его современному подходу и звездному качеству, которые выделяют его продукцию. Зарубежный бизнес-журнал выбрал Техена единственным айдолом-мужчиной в списке четыре самых дорогих айдолов-рекламных моделей, ориентированным на айдолов K-pop. Мировой экономический журнал Econo Times обратил внимание на силу бренда Техена, выделив феномен V-Effect, когда все, что продается через руки Техена, продается хорошо. Техен привлекает внимание как голубая фишка в мире рекламы, благодаря своим красивым визуальным эффектам, которые поднимают имидж продукта, а также его утонченному подходу и звездному качеству, которые выделяют продукт. Второе место. Это так интимно. Моменты, в которых может быть неловко от того, что между ними совсем нет расстояния. Моменты, когда происходят в мире рекламы, жмяк-жмяк. Клянусь вам, моя последняя нервная клетка только что издала предсмертный воль. Техен Бро Каждый раз, как только люди начинают уверенно говорить, что Чангук и Тэхён Бро или классическое про отдаление. Они просто либо недвусмысленно садятся друг на друга, либо зависают, нависают и висят друг на друге. В общем, их способ заткнуть рты весьма красноречив, оригинален и всегда одинаково горяч. Они почти едят друг друга на камеру. Напряжение меду ними не шутка. Ты не ты, когда голоден. Первое место. Тэхён спел для Чангука песню с таким текстом. «Ты не улыбаешься мне и холоден ко мне, потому что боишься, что я влюблюсь в тебя», указывает на Чангука. Но взгляд твоих глаз говорит мне, что ты чувствуешь это. То, насколько открыто в глазах Тэхёна читается любовь, делает очень плохо хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сам факт того, что он наплевал на камеры и поцеловал своего любимого человека на концерте, заставляет кого-то ещё усомниться. Продолжение следует... Всё ещё думаю о том, какими Чангук и Тэхён были эмоциональными во время выступления Халзи с Without Me. Продолжение следует... Абсолютно всегда совпадает с Чангуковым «Я готов носить тебя на руках всю оставшуюся жизнь». Абсолютно солиы... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Абсолютно неценил... Так мило, когда Чангук и Тэхён уютно сидят. а их ноги образуют сердце. Чангук заметил, что Тихен хочет чипсы, поэтому встал со стула и принес их ему. Согласитесь, что одна из самых милых вещей это то, что Чангук нашел мини-тату и повесил ее на попу Тихену. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.